Калининград – город с непростой судьбой и интереснейшей вековой историей. Его существование началось со строительства крепости Кюнигсберг в 1255 году. Возникший вокруг нее одноименный город стал одним из известнейших в Германии. В дальнейшем Кюнигсберг, поменявший свое имя на Калининград в 1946 году и став частью СССР, лишился немецкого населения проживавшего в нем до этого. Приехав сюда со всей страны, советские жители построили на месте разбомбленного в годы вов городского центра много новых домов и улиц. Музей Янтаря, Калининград, новым хозяевам досталось немало исторических зданий, возраст которых исчислялся иногда сотнями лет. До мирного времени дошли целиком или пострадав незначительно сооружения и памятники истории, построенные немецкими жителями. Война на долгие годы внушила жителям СССР стойкое отвращение ко всему немецкому. Во многом это стало причиной попустительского отношения к ветшающим объектам культурного и исторического наследия. Но времена менялись, и в начале 21-го, в старые здания, улицы и парки начали преображаться и пользоваться заслуженным интересом не только у горожан, но и у пребывающих Калининград отечественных и зарубежных туристов. Барабарские пещеры, рукотворный бункер, которому 2000 лет современный Калининград сочетает в себе огромный спектр культурных и развлекательных мест, отвечающих самым различным потребностям и интересам находящихся в нем людей. Об истории возникновения, добычи и использовании, солнечного камня узнают посетители музея Янтаря. Услышать звучание органа, играющего под сводами кафедрального собора, можно, приехав на остров Канта. Знакомство с оставшимися от городской крепостной стены воротами позволит посетить расположившиеся в них музейные выставки. Бранденбургские ворота, музей Марципана, Королевские ворота, Великое посольство, Фредрихсбургские, Корабельное воскресенье, Фредландские, История Кеннексберга Любителей природы ждут обитателей Калининградского исторического зоопарка. Множество незабываемых впечатлений подарит посещение аквариума, входящего в экспозицию главного корпуса музея океана. Ждут гостей и в местном планетарии. Калининград на карте память о кровопролитных боях и погибших военнослужащих 11-й гвардейской армии увековечена в мемориале 1200 гвардейцев, который соседствует с Парком Победы. Интересный факт. Указ о строительстве памятного монумента подписан Сталином 8 мая 1945 года, а уже в сентябре состоялось его торжественное открытие. Опередив своим появлением даже «Монумент воину-освободителю» в Трептов парке, Кюнигсбергский мемориал стал первым в мире памятником советским солдатам, погибшим в войне с нацизмом. Начиная с 1946 города начал свою работу калининградский историко-художественный музей. Одним из направлений работы музейного учреждения стала тема Великой Отечественной войны. В 1968 году, благодаря собранным научными сотрудниками материалам, открылся музей «Блиндаж Калининград». Экспозиция подробно знакомит посетителей с событиями, происходившими 9 апреля 1945 года и повлекшими за собой капитуляцию Кёнигсберга. Несмотря на название, помещение музея не имеет ничего общего с понятием «блиндаж». Во время войны Кёнигсберг подвергался массированным атакам бомбардировщиков, практически уничтожившим своими налетами исторический центр города, поэтому возникла необходимость строительства подземных бомбоубежищ. Весной 1945 года находящийся в городе штаб немецких войск переехал в подобное сооружение, построенное из монолитных плит на глубине 7 метров. Зацементированные изнутри стены больше ассоциируются с понятием «бункер». Для того, чтобы штабные офицеры, под командованием генерала Ляша, могли комфортно работать в бункере, помещение было оснащено электричеством и связью. Сегодня музей-блиндаж в Калининграде часто называют музей-бункер или «блиндаж Ляша». Комендант и командующий крепости Кёнигсберг от Тафон Ляш выбрал для строительства нового укрепленного подземного командного пункта район площади Парадов. Площадь находилась в центральной части старого города и располагалась между зданиями оперы и университета. К моменту строительства бомбоубежища от городских кварталов практически ничего не осталось, поэтому сборка конструкции, которой необходимо было монтировать на поверхности, происходила среди разбомбленных и обрушившихся зданий. Сооружение было построено вровень с уровнем площади, не имело выступающих конструкций и насыпей. От поверхности земли его отделяло перекрытие из железобетона толщиной в первые 50 сантиметров. На занимаемой бомбоубежищем площади, 41,7 х 15 метров, по обе стороны от узкого длинного коридора уместилась 21 комната. Интересно, на дверях, ведущих из коридоров комнаты, до сих пор сохранились клеймы фирмы-изготовителя, железо и сталь, строительство. Светящаяся полоса краски на стене и звуки воздушной тревоги помогают воссоздать подлинную обстановку и перенести посетителей во времени. Современное пространство музея воссоздает события, связанные с переговорами советских парламентеров и возглавляющим немецкий штаб командования генералом Ляша. Среди многочисленных экспонатов – подлинная мебель и другие личные предметы военных, оставшиеся в бункере с весны 1945. Посетители также узнают о ходе Кюнигсбергской операции и кровопролитном штурме города, который прошел под командованием маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. О всех военных событиях наглядно рассказывают военные карты, макеты сражений и реконструкция кабинетов генерала Ляша и полковника Зюскин Швинди. Блиндаж Ляша, музей Калининград, имеет свой официальный сайт, с версией для слабовидящих, на котором можно узнать адрес, телефон администрации, режимы часы работы, цены на билеты для разных категорий населения, онлайн-покупка билета, цены на аудиогид и фотосъемку, афиша выставок и других мероприятий. Обратите внимание, гиды-экскурсоводы проводят экскурсионные программы не только на русском, но и на немецком языке. Калининградский историко-художественный музей имеет в своем ведении еще несколько интересных музейных экспозиций, открытых для посещения. Форт номер 5, сооружение 19-го столетия входило в комплекс оборонительных сооружений, кольцом опоясывающих Кюнигсберг. Во время штурма города в 1945 году в городе использовалось немцами как важное фортификационное сооружение, не выдержавшее натиска солдат советской армии. Музей Кристианаса Данилайтеса филиал находится за пределами Калининграда в поселке Чистые пруды Нестеровского района. Экспозиция посвящена жизни и произведениям родившегося 300 лет назад литовского писателя, оставшегося в памяти многих поколений своими произведениями и жизненными убеждениями. Построенные бескорыстно на его личные средства церковные и богоугодные заведения на долгие годы сохранили память о нем в сердцах благодарных потомков. Домик Канта – еще один филиал в Калининградской области. Музей расположился в пастырском доме, в котором известный немецкий философ Эммануил Кант проживал в качестве домашнего учителя детей священника. Территория ландшафтного пространства, окружающие сохранившиеся постройки, усовершенствуется и в ближайшем будущем станет частью комплекса туризма и образования, Кант-резиденция. Экспозиция с одноименным названием выставляется в помещении бомбоубежища, находящегося на территории фридландских ворот в годы Великой Отечественной войны. В Калининграде, как ни в каком другом российском городе, особенно остро ощущаешь, что народ, с уважением относящийся к прошлому, заслуживает самого достойного будущего. Масса достопримечательностей города станут настоящим открытием для путешественников. Но таковых настолько много, что туристу непременно захочется вернуться в Калининград снова.